Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала! И сегодня мы продолжаем играть в нашу любимую и замечательную игру Симулятор Автомобиля 2. Ну а перед тем, как мы начнем, я покажу комментарии ребят из прошлого видео, это они. Если ты тоже захочешь попасть в ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить свой палец вверх и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в следующее видео. Что хочу сказать, сегодня, как и в старые былые времена, я опять же играю за гаишника полицейского на приоре Симулятор Автомобиля 2. И сегодня мы будем проходить некую эволюцию остановки нарушителей. Как нарушитель себя ведет в первый день остановки, когда его в жизни никто никогда не останавливал, и как он себя будет вести через 100 дней. Через 100 дней, когда его будут останавливать практически каждый день, и как он себя уже будет вести с гаишником, как будут разговаривать через 100 дней. То есть мы поймем, как у человека вырабатывается иммунитет и вообще манера разговора с работником патрульной полиции дорожной. Что он будет говорить, все такое. И сегодня мы это узнаем. Мы вот должны, вот сейчас уже раннее утро, вот должны люди уже ехать на работу с поселкой. И я вот жду, когда вот обычно появляются нарушители, которые едут с недопустимой скоростью с моста, потому что скорость на мосту должна не при... О, вот он и нарушитель. Посмотрите. Полиция города Перми, остановите свое транспортное средство. Что? Белое место, остановите свою машину. Отлично, припаркаю вас с первого раза. Доброе утро. Лейтенант полиции Таренков, ваши документы. Здравствуйте. Да, конечно. Вот, пожалуйста, моё водительское удостоверение. Вот, документы на машину. Да, конечно. Так, секундочку, друзья, я посмотрю. Я что-то нарушил, скажите, пожалуйста. Да, вы ехали с недопустимой скоростью, передвигаясь по мосту. Допустимая максимальная скорость 80 км в час передвижения по мосту, вы двигались 95. Мой предмет обнаружения скорости зациклил, то, что вы ехали 95. Это недопустимая скорость для нашего городского пути. Вы нарушили статью 85-95 главного хода СРС. Я даже не знал, извините, пожалуйста, правда, я как-то даже... А что вы в автошколе учили? Вот вы мне можете рассказать? Вы в автошколе учились, вы сдавали экзамены вообще? Ну да, я сдавал экзамены, я сдаю, как всё проходить, в принципе. Ну, я вроде ехал всё по правилам. Да-да-да, у меня есть видеорегистратор. Да, может быть, видеорегистратор есть, но он записывает вашу скорость? Если да, мы можем проехать сейчас в участок полиции и там уже на месте разберёмся. Если да, то вам придётся выписать ещё один штраф за несоглашение о лицензионного пользования с поли... о споре в разговоре с своим нарушением. Не-не-не, ни в коем случае я с вами не спорил, господин полицейский. Не-не-не-не. Точно вы сейчас говорите. Да-да-да, можете меня, пожалуйста, отпустить? Давайте я оплачу штраф и всё будет нормально. Я вижу, у вас ещё тонировка, да? Тонировочка, да, у вас ещё есть? Ну, чуть-чуть, небольшая, ну, как бы, ну, понимаете, в потоке как ездить в аквариуме, ну, так не положено, ой. В аквариуме плавают рыбы, вы передвигаетесь на транспортном средстве. Недопустимо в городе ездить с тонировкой на передних и передних боковых стёклах. Это опирается штрафом в районе от полторы тысячи до пяти. Если вы не соглашаетесь снять сейчас тонировку, то штраф будет пять тысяч рублей, и вы можете ехать дальше с этой тонировкой. Что хочу сказать, то, что вы ехали со скоростью недопустимой по мосту, это штраф полторы тысячи, и штраф того, что полторы тысячи вы ехали с тонировкой. И вы собираетесь снимать сейчас тонировку? Да, конечно, мне нужно съездить сервис, там мне помогут снять тонировку, я без проблем её прям вот сниму. Хорошо, я тогда вам сейчас записываю штраф на три тысячи рублей, два штрафа, вы сейчас проедете в участок, оплатите, и прямо там на месте вы будете снимать тонировку. Ну, ладно, давайте тогда так, хорошо, и без проблем, я спорить с вами не буду, да. Счастливого пути вам, счастливого пути. Всё, спасибо, до свидания. Вот так, ребята, я остановил первый раз человека, которого никто никогда в жизни не останавливал, он только получил права сегодня, и я его по счастливой случайности остановил, самый первый. И буквально через сто дней, я думаю, мы с ним встретимся, я опять встану на мосту и буду ждать его ровно через сто дней на этом же месте. Поэтому, ребята, набираемся чего-нибудь вкусненького и продолжаем смотреть ролик то, что будет через ровно сто дней. Ну что, дорогие друзья, прошло ровно сто дней нашей эволюции гаишника, и пока прошли эти сто дней, я уже успел повысить свою должность до старшего лейтенанта. Теперь я уже старший лейтенант, и вот сегодня мы ждём, опять же, того самого владельца Лады Веста, который любитель тонировки. И вот сегодня мы посмотрим, снял ли он тонировку в тот день, заплатил ли он штраф сегодня, мы это узнаем. Вот я уже его прямиком жду на этом месте, сейчас горит красный свет, я не знаю, вот, будет ли он ехать на красный по мосту или нет. Смотрите, смотрите, уже ходовые... Полиция, гордо, перми, остановитесь! Полиция, гордо, перми, остановитесь! Посмотрите, он ещё, походу, перекрасил тачку, что ли? Взгляните на него, взгляните, посмотрите, что он делает, он ломает все, все столбы. Полиция, гордо, перми, остановитесь! Чёрная Лада Веста, прижмитесь к обочине, либо я буду стрелять на поражение по вашему... ...вашим колёсам! Водитель Чёрной Лада Веста, прижмитесь к обочине! Окей, окей, окей. Доброго времени суток, старший лейтенант полиции Таренков, ваши документы. На каком основании остановка? Основание на то, что вы проехали на красный свет и при... ...вы недопустимую скорость ехали по мосту. А у вас зафиксировано это на камерах? Зафиксировано на моём видеорегистраторе, который есть на моей служебной машине. Вы будете оштрафованы на 2500 за то, что вы ехали с недопустимой скоростью по мосту. То, что вы не остановились по светофору. Вы ехали не по своей полосе. Вы пересекли три сплошных... Вы три раза поехали по двум сплошным. Вы нарушили закон. Вы будете лишены прав. Вдобавок, я вижу, что вы перекрасили ваше транспортное средство. Я вас сразу же вспомнил, мой дорогой гражданин. И я вижу, что у вас тонировка вообще не пропускает света. Вы будете лишены прав сегодня, дорогой мой гражданин. На каком основании я буду лишен прав, а? Вы пересекли двойную сплошную. Это для вас не является... Ну и что, я могу оплатить штраф? Это для вас не является. Ну хорошо, я вам предлагаю тогда купить книжку с законами Российской Федерации. И вы можете сами почитать. Я вам скажу, какая страница. 52-я страница, второе предложение. Вы там можете прочитать очень интересное. То, что там написано о том, что вы не можете пересекать двойную сплошную. А только... Да вы ещё и разбили остановку. Это ещё штраф. Вы ломаете на... Она сама вообще-то упала. Вы всё это придумали. Моя камера в видеорегистрировании, она всё записала. Вы опять пересекли двойную сплошную. Вы считаете, что вы нормальный водитель? Вы умеете ездить? Да, конечно, я умею ездить. Вот я могу ещё раз её пересечь. Но вы пересекли уже 7 раз. Это уже уголовное преступление. Вы будете ещё посажены в тюрьму на 2 года условно. Я не буду посажен в тюрьму. У меня друзья богатые. Они вообще-то... Все катаются. У них по 200 штрафов висит. И они катаются нормальным вообще. Да, я считаю, что вам это уже не поможет. Я считаю, что вам это не поможет. Такие не проблемы. Я могу вам пачку денег дать тупо. И всё, я поехал, короче. Лови пачку денег, я поехал. Задачу взяток вы будете посажены в тюрьму на 7 лет. Вы знаете, что нельзя давать взятку? Это вы. Вы были записаны в том, что вы даёте взятку полицейскому. Вы будете посажены в тюрьму. Остановись. Ладно, вес. Либо я буду стрелять на поражение. Вы едете. Вы уезжаете от полиции. Вы понимаете, что вы делаете? Вы раз... Вы разобьёте свою машину. Вот так вот, дорогие друзья. Оказывается... Нельзя уезжать от полиции. Этот человек разбился на своей машине, стараясь уехать от полиции. И он хотел скрыться. Не хотел получить штраф за то, что он пересекает двойные сплошные. За то, что он нарушил столько правил. Хотел... Ещё был зарегистрирован при даче взятки. И, в конце концов, его уход от полиции был закончен тем, что он попал в аварию, и его машина упала в море. И на этом всё, дорогие друзья. На этом всё. Из этого я вам хочу сказать, что лучше никогда не уезжать от полиции и давать поводу преследованию. Чтобы не было таких аварий, как создал этот гражданин, который просто улетел в море и погиб смертью непонятного человека. Я не считаю, что это нужно было. Сейчас придётся вызывать полицию и... Наряд помощи, чтобы вытаскивали его ладу-весту из моря. В общем, на этом всё, дорогие друзья. Прошла 100 дней эволюции. Я считаю, что человек просто испортился и ничему его жизнь не научила. А на этом всё, дорогие друзья. Если вам понравился ролик, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и... Нажимайте на колокольчик и ждите моих новых роликов. А это была эволюция гаишника. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх. И всем до скорых встреч, дорогие друзья.